Короче говоря, отец. Это был обычный летний день. Утро. 1 августа. Вернее, тогда я думал, что это будет обычный день. А он оказался совершенно неожидаемым, судьбоносным, который поменяет в итоге всю мою жизнь. С самого утра я гулял у себя во дворе и думал о жизни. Пипец, уже 1 августа. Последний летний месяц. Два месяца лета пролетели как один день. Я их даже не заметил. Вот почему всё самое хорошее так быстро проходит. А всё плохое, например, школа, тянется как резиновая. Думая об этом, я услышал знакомую мелодию на своём телефоне. Конечно, ведь я её с самой покупки не менял. Кстати, интересно, почему люди на айфоне так редко мелодию звонка меняют? Денис, ты где сейчас? Да прогуляться по двору вышел, воздухом свежим подышать, о жизни подумать. А чего такое? Зайди домой, разговор есть. Ну блин, я только вышел же. Что-то срочное? Да, и срочное, и серьёзное. Всё, давай, жду. Ладно, иду. Пипец, даже не дослушал. И чего там такое серьёзное могло за утро произойти, пока меня дома не было? Интересно даже. Надеюсь, ничего плохого. Ну чего такое случилось? Давай как раз заходи, садись. Я здесь чеху сделал, проходи. Сейчас поговорим. Странно это всё. Точный разговор намечается серьёзный. Не нравится мне всё это. В общем, сразу скажу, разговор будет непростой. Даже не знаю, как это всё лучше преподнести. Да что случилось-то? Ты меня пугать уже начинаешь. Ну, в общем, один человек. Ты думал, что его нет, а он, ну как бы есть. Но он сам об этом не знал. Да что такое-то? Чего за загадки? Какой человек? Говори уже. В общем, твой отец, он как бы не космонавт, не лётчик-испытатель. Что там тебе мать про него наговорила, я не знаю. Мой отец? А он-то здесь при чём? И потом, кто он тогда? Ой, что-то так всё сложно, непонятно получается. Короче, он был инженером. Очень крутым инженером-мехатроником. А потом там какие-то события произошли очень неприятные. И он потерял память. И долго жил в деревне. Ничего не понятно. И почему ты мне сейчас решил это рассказать? Отца всё равно же нет. Ну, почему же нет? Есть? Чего? В смысле есть? И где же? В другой стране? Может, на небе? Нет, в твоей комнате. Что? В смысле в моей комна... Ну, наконец-то! Да стали там уже сидеть трепаться! Я там уже заплатился, только сижу! Там у вас окна в погоду это! Не открываются! О, привет, сынок! Ты что, мой батя? Реально? Так на Дениса похож! Да, на самом деле я не брат твоей матери. Я родной брат твоего отца. Твой родной дядя. Поэтому мы так похожи. Охренеть! У меня есть отец! Ладно, хватит тут сантиментов. Давайте, где у вас есть эти швабры, тряпки? Сейчас в порядок будем. Давай, есть, сварён! Всё, в поле! Взратить вот уже без меня! Сынок, попадай за этим! У меня есть батя! Сынок, вставай давай! Ты что, разлёгся-то? Эс, я уже думал, это сон. А это мой настоящий живой батя! Возле меня! Трепнет меня за руки! Ты что, молчишь-то? Язык что ли тебя проглотил? Или онемел? Тебе что, плохо что ли? Давай, может, это, скорую вызовем, а? Не, батя, не надо врача. Всё хорошо. Мне уже лучше. Просто всё как-то неожиданно. У-у-у! Это чё, сынок? У нас, помню, по зиме случай был. Иду я, короче, иду вдоль забора такого высокого. Там у нас один этот богатый хрен живёт. И вот, иду, иду, и меня раз! И свет пропал. Прикинь. Ну и вот, потом очухиваюсь, когда я, это, оказывается, мне рассказывают, там сосулька мне по башке-то, оп, прилетела. Товаром 10, наверное, было. Как это, хорошо, ещё выжил. Вот, вот это неожиданно, я понимаю. Ладно, давай, вставай, пойдём, помогать будешь. Да уж, вот это история и у бати. Кажется, теперь я понимаю, почему он память потерял. Ладно, реально, хватит валяться. Так и последний месяц лета пропустить можно. Я пошёл в свою комнату. Включил комп. Так, во что бы поиграть? Но выбрать игру я не успел, так как в дверях показался бати. Так, сынок, я не понял, а это что? В смысле? Это компьютер, бать. На нём можно много всего делать. И главное, в игры играть. Слышь, я знаю вообще, что это такое-то. Я не понимаю, что ты здесь днём делаешь, пока солнце ещё не село за этой шатан-машиной. Да вот поиграть сел часок-другой, каникулы же. И что, по хозяйству дел, что ли, здесь мало? Вот смотри, у тебя тут весь дом засор, пыли полно, грязи, ужас какой. Я понял, сейчас поиграю и помою полы. Нет, сынок, ты не понял. Сначала всё сделаем, а потом поиграешь. Вставай, пойдём, я тебе всё покажу. Да уж, походу я влип. Мой объявившийся отец явно с рожей и мамой, и Дениса вместе взят. Слушай, я понимаю, полы там, пыль. Ещё могу понять, но как можно было так все краны засрать, все зеркала? Ты как тут вообще живёшь-то, свинарник? Ну, я это, бать. Здесь шо у вас, я не пойму. Рота, солдат, что ли, жила? Или ты один с блогером? Ну, короче, сейчас я тебе всё дам, вернее, сам возьмёшь. Бери все средства, тряпки, шлабры и вымывай всю ванну. А я пока здесь, это, полами займусь. Это у вас, смотри, тут уже грязи, скоро по колено будет. Как вы тут ходите? Ох, вот чего я только по дому раньше не делал. Но вот чтобы краны от ржавчины очищать или стены протирать, такого ещё не было. Чувствую, хлебно я с таким батей. Надо позвонить Денису, спросить, надолго ли он вообще к нам приехал. Я протёр кран, раковину, кое-как протёр стены. Отец в это время продолжал мыть пол. Бать, кстати, можно было не подметать. У нас же робот-пылесос есть. Он бы всё сделал, а потом только полы помыть осталось бы. Кто у нас есть? Ты шо там? Ну-ка, я посмотрю. Чем ты там был-то? Надышался, что ли? Да не, бать, смотри, вот же он стоит. Это робот-пылесос. Он сам всё убирает. Вон, нажми на кнопку. Отец с опаской подошёл к пылесосу. С недоверием осмотрел его. На эту? Да. Вы задавите водку. Ну что ж это получается? Он сам всё убирать будет? Ну да, конечно. А как же он, это, не врезается ни во что? А там у него по кругу датчики стоят. Они определяют препятствия, и он их объезжает. Пока батя с удивлением разглядывал пылесос, я взял дерюшку и вышел в подъезд. Алё, Денис, скажи, пожалуйста, а отец мой надолго к нам приехал? О, ты пришёл в себя? И походу уже успели подружиться? Я рад. Не смешно, Денис, я серьёзно. А если серьёзно, то он хороший мужик. Да странный, да деревенский, да строгий. Но вообще человек очень хороший. И кстати, эта квартира его, поэтому жить вы будете вместе. Чего? Как его? Как вместе? Да он ненормальный, я не буду с ним жить. Всё, давай, бежать пора на съёмки. Да твою мать! Ой, кажется, я попал. Стой, батя, это не то, что ты подумал. Не переживай, квартиру тебе твою оставлю. Купил, твоё будет. Да я вообще не это имел в виду. Поеду в деревню, там у меня хозяйство, коровы, козы. А тут мне делать нечего. Да не уезжай ты, ну сам подумай. Как резко всё это на меня свалилось. Я ещё пока вообще ничего не понимаю. В итоге я смог уговорить батю остаться. Правда, взамен мне пришлось всё-таки вытрясти все дерюшки уже по-настоящему. Протереть все шкафы на кухне и почистить плиту. После батя отправил меня в магазин. Значит, что-нибудь плюски купишь? Колбаски, сырку, маслице возьми. Да, хорошо. А ну ты помидоры не бери, ты от своей привёз. Слянь же ты из грязки, а у вас упади, она химия. Да я понял, бать. Вот, так что теперь я с отцом живу. Не знаю даже, радоваться этому или плакать. Ничего. Дэд, я думаю, всё нормально будет. Ты не парься, главное. Если бы у меня батя объявился, я бы вообще в шоке был. Вообще-то он у тебя не пропадал никуда, Миш. Ну, это да. Кстати, спасибо, что напомнил. Мне надо домой бежать, там это, отцу помочь. Всё, давай, пока. Я быстро сходил в магазин, всё купил и уже шёл в сторону дома. Но обратная дорога оказалась не такой быстрой. Мне навстречу шли гопники. Причём с босым был не сява, как обычно, а какой-то другой человек. О, здоров, малой-молодой. А чё-то мы в магазинчик ходили? Ну-ка, дай-ка сюда. Да там продукты домой. Ничего особенного, ребят, верните. Ну как ничего особенного? Созисечки вот смотрю. Сырок. Назад пусть пойдёт, слышь. Слышь, басуль, ты лучше денег у него займи, а то закусывать там и нечего. Слышь, Костыль, а ты, в принципе, в целом и прав. Слушай, братуха, погнали с тобой пообщаемся, а то чё мы посреди улицы ставим посреди дороги, так сказать. Да я это, ребят, мне домой надо. Да чё ты заводил, домой-домой, погнали, пообщаемся с нормальными пацанами. Слышь, басуль, я так-то девушку вообще-то... Да? Ну извини, слушай, не признал. И ещё раз мою цепку кинешь, я тебе как глаз на жопу натяну, поняла? Гопники завели меня куда-то в подворотню. С каждым шагом волнение моё становилось всё сильнее. Я уже знал, что ничем хорошим это точно не закончится. Ребят, хорошо, забирайте еду и отпустите меня, пожалуйста, домой. Какое еду? Это наши продукты. Ты чё забыл, пацан? Ты нам же обещал денег дать. Ну у меня нет денег почти, всего 200 рублей осталось. В смысле 200 рублей, это тоже так, что денежки хорошие? О, а я смотрю, у тебя и телефончик классный, ну подай сюда. Гопники отняли у меня и продукты, и деньги, и даже мой любимый айфон 12 про. Кажется, это был худший день в моей жизни. И как? Как я пойду домой без телефона? Что я отцу скажу? Подойдёшь к бате в лупло, ему посмотришь, скажешь, не ссы, батёк дал телефон нормальным пацанам поговорить, пообщаться. Да и вообще, кто он такой, чтобы себя спрашивать? Да, терпила, судя по всему. У него есть батя какой-нибудь очкарик недоделанный, ну о, смотри, на него сопля болтающаяся. А вот до очкарика можно и порыло. Бать, ты здесь не связывайся с ними, они ненормальные. Слышь, мужик, неправда. А ну давай, канай сюда, пока мы тебе из двух глаз восемь не сделали. Раз, два, два, сынок, колбаски ты хороший купил, статистики. Помню, такие деревни сам делал, вкусные. Пойдём отсюда. Офигеть, батя, как ты их уработал? Это, чё, сынок, я помню, у нас в деревне случай был, короче, бык соседский убежал, вот, и он к нашей корове переставать тачил. А я ему раз, чуть пальцы себе не сломал. И вот теперь жизнь моя сильно изменилась. Сейчас я живу с отцом. Он хоть и немного странный, как мне сказал Денис, но всё-таки такой родной. Кстати, мы его попросили обращение к подписчикам записать. Это, короче, подписчики. Я тут человек новый, но строгий. Порядок люблю. Поэтому вам нужно каждому подписаться на телеграм-канал Дениса Бубнова. Получается, брата моего. Там каждый день выходят новые ролики и все новости. Вот. Ссылка в описании. Всем, значит, удачи, здоровья, чтобы овцы, козы были кормлены, куры, яйца несли. И ещё это. Сейчас не переключаем. Будет крутой бонусный ролик. Давайте. Это был самый плохой день в августе. Да что уж там. Это самый ужасный день в году. А как вы думаете, какой день в августе может быть самым страшным в году? Конечно, 31 августа. Я шёл по парку и грустил. Рядом со мной шёл Мишка. Мы молча шли 5 минут. 10 минут. 15 минут. Я первым прервал молчание. А может, ну её? Не пойдём завтра в школу. Мишка посмотрел на меня. По его выражению лица было видно, что ему не понравилась моя идея. Шутишь, Дэн? Ты что, первый учебный день прогулять собрался? Ну да, не вариант. По-любому сразу отмечать будут. О, придумал. А может быть, вообще скажем, что мы заболели? Как Пашка, помнишь, в прошлом году целую неделю не ходил? Точно, Миш, ты гений. Скажем, что заболели и боимся других заразить. А сами будем дома в контру играть, сидеть. Мы с другом были очень рады, что не пойдём ещё целую неделю в школу. Мы шли по парку и громко обсуждали, как будем играть в контру. Неожиданно Мишка остановился и замер. Миш, ты чего застыл? Как будто призрака увидел. Но друг не отвечал, а лишь молча смотрел в одну точку. Я проследил направление взгляда Мишки и недалеко от нас увидел человека. Мне кажется, или где-то я его точно видел. Здорово, пацаны. Чё, гуляйте? Сил перед занятиями набирайтесь? Ну да, вот и решили по парку пройтись. А то завтра уже некогда будет, в школу надо. Это правильно, дело хорошее. Свежий воздух он это, тело укрепляет. И мозг разминает, всё счастливо. С этими словами мужчина пошёл дальше по своим делам. Я смотрел ему вслед и пытался вспомнить, откуда я его знаю. Это физрук наш, Дэн, Геннадий Олегович. А, точно. А то я вижу, знакомый мужик какой-то. А откуда я его знаю, вспомнить не могу. Ладно, погнали дальше, блядь. Не, стой, Дэн, нам ещё, вернее, мне ещё надо домой идти. Это укроком готовится к завтрашним. В смысле, Миш? Мы же договорились, что неделю ходить не будем. Ты что, сливаешься? И тут до меня дошло, что нас только что видел наш учитель. И теперь никак не получится прикинуться больными и сидеть дома. Я грустно и попрощался с другом, и тоже побрёл в сторону дома. По пути мне ещё сестра позвонила. И мягко намекнула, что хватит гулять и играть целыми днями. И пора уже к школе готовиться. Да уж, ну пипец жизнь. Лето пролетело, как один день. До школы уже меньше 20 часов осталось. Конец моей любимой беззаботной жизни. Опять каждый день рано вставать и бегать на эти дурацкие уроки. Размышляя об этом, я проходил мимо мусорных баков. Моё внимание привлекла странная картина. Дядя Бомж прятался за железным ограждением с бананом в руке. Я подошёл ближе и спросил. Дядь Игорь, я конечно очень извиняюсь, но чем это вы таким интересным занимаетесь? Тихо ты, пацан, не видишь у меня бой напряжённый? И ещё это патронов всего 5 штук осталось. Всё с вами понятно, дядь Бомж. Опять закусывать перестали. Сами с собой из банана стреляетесь. Вообще-то, пацан, это не банан, а пистолет Бакарова. А у врага, походу, две береты. Не мешай. Только я хотел ещё прокомментировать слова бомжа, как прямо из бака выскочила странная девушка. В руках у неё было два пистолета. У них с Игорьком началась перестрелка. Контр-террорист, верь! Офигеть, это вы что, в контру что ли играете в реальной жизни? Это вы круто придумали, товарищи бомжи. А ты как думал, пацан? У нас тут это всё серьёзно. Контры, терроры. Много видов оружия. Полный фарш. Ты это, если надумаешь, через час приходи. Мы будем команда на команду рубиться. За контров-то я возьму. Хорошо, я понял, дядь Бунш. Делать мне больше нечего по улице с бананами с вами бегать. Я лучше пойду за компом в нормальную контру поиграю. С этими мыслями я зашёл в квартиру. Разулся. Сразу прошёл в свою комнату и сел за комп. Так, за кого бы начать? Секунд тридцать я размышлял, за кого я хочу поиграть больше. Но выбор сделать так и не смог. К счастью, на столе лежала монетка. Орёл, контры. Решка, терроры. Контры. Отличный выбор. Я стал играть в любимую КСГО. Я был на высоте. Крошил терроров, как будто я не спецназовец, а терминатор. Но моё счастье, конечно, не могло долго длиться. В комнату забежала сестра. В её руке была тряпка. Ничего не говори, Ирин. Я всё понял. Сначала дома уберусь, потом играть буду. Я взял тряпку у сестры. По её одобрительному выражению лица я понял, что всё делаю правильно. Я стал протирать пыль в своей комнате. Но какая уборка может быть без моего любимого компьютера? Через 10 минут я закончил убирать свою комнату и снова сел за конкурс. На этот раз решил играть за терроров. Первый раунд я экономил деньги и копил на калаш. Во втором раунде только я открыл меню покупки, как снова услышал голос сестры. Ты что думаешь, пыль протёр и всё? Можно дальше играть? Ну да, а чего не так-то? Эй, ты, Ирин, чего у тебя с голосом? Ты как будто с мужиком поменялась. Заболела я, не видно что ли? Мусор вынеси, посуду помой. А потом лучше книжку возьми, почитай. Завтра на учёбу уже. Конечно, Ирин, только у меня один вопрос. Мужчина, вы куда мою сестру дели? После этой фразы я сразу побежал на кухню за мусором, чтобы у сестры не было шансов врезать мне. На пороге она спросила. Ты куда пошёл? А паны кто мыть будет? Потом, Ирин. Сначала мусор выкину. Ага, сейчас. Сама помоешь. Не мужское это дело посуду твою мыть. Я спустился вниз по лестнице. Выкинул мусор. На баках висел какой-то листок. Турнир по CSGO в реальной жизни. Сегодня в 16.00. Хм, бомжи, по-моему, совсем с ума уже посходили. Турниры организовывают. Пойду домой. Хотя, это точно лучше, чем посуду мыть. Так, времени ещё целый час. Только вот организаторов чего-то не видно. Интересно, где они? Ладно, пока есть время другу позвонить. Будет моим товарищем по команде. Алло, Миш, тема крутая есть. Контра в реальной жизни, прикинь? Я быстро рассказал другу про турнир. Он, конечно же, согласился участвовать. Шутишь? Да мы всех порвём, Дэн. Ты же знаешь, я лучший игрок на районе. Это, Миш, я всё понимаю. Но это не за компом играть, а в реальной жизни. Да то же самое, Дэн. Не парься, всех разорвём. Слова друга придали мне ещё больше уверенности. Я поспешил вернуться к бакам. Здесь уже стояли знакомые бомжи. Ничего себе они вырядились. Деловые какие. Это, ребят, я хочу в турнире вашем участвовать. Как мне это сделать? Там это, всё просто. Нужно заявку оставить и взнос нести. Понятно. А как её оформить? Вот здесь, в грифе участников, распишись. Я взял лист бумаги, ознакомился с участниками. Да уж, я третий, Мишка четвёртый. Два на два получается. Взнос 100 рублей. Если воззвоя, то 200. Пипец, обдираловка. Ну ладно, сотку потом с Мишки возьму. Я расплатился с бомжами. Расписался в заявке. Давай. Ну, поздравляю. Теперь ты официальный участник нашего турнира. Приходи в 16.00 на турнир. Я довольный, решил прогуляться по улице. До турнира ещё больше 40 минут. Время есть. Сейчас нужно с Мишкой созвониться и обсудить план игры. Я достал телефон, набрал другу. Алло, Миш, ну ты где есть? Надо пораньше встретиться перед игрой и всё обдумать. Дэн, извини. Я не смогу пойти. Играй без меня. Чего? Как без тебя? Ты чего? Мы же играем 2 на 2. Я уже и взнос оплатил. Я всё понимаю, Дэн. Но моя мать ничего не понимает. И из дома меня не выпустит. Всё, давай, пока. Пипец, да что за фигня. Мой товарищ по команде так нелепо слился. Ну и как мне теперь одному против этих двоих тащить? Я хоть и круто играю, но один их точно не вывезу. Я грустный зашёл домой. На пороге меня сразу встретила сестра. Ты быстро через Америку ходил выкидывать? Прямо через океан? Отстань, Ирин. Не до тебя сейчас. Помою я твою посуду. Я быстро пошёл на кухню. Стал со злостью тереть тарелки. Сестра увидела моё настроение и подошла ко мне. Ты что, как с цепи сорвался? Что получилось? Я рассказал сестре о сегодняшнем турнире. И про то, что мой напарник слился, и мне придётся играть одному. Ну и что из-за этого? Это всего лишь турнир какой-то. Ты что, Ирин? Это очень для меня важно. Тем более, я уже деньги заплатил. Как только сестра услышала о потраченных деньгах, она тут же согласилась мне помочь. Я быстро провёл курс молодого бойца для Ирины. Стоишь такая, сосредоточилась. Глубокий вдох, дыхание задержала. И стреляй. И ещё стреляй. И ещё. Эй, ты чего? Ты зачем в меня стреляешь? Через 20 минут мы с сестрой уже выходили из подъезда. Не знаю, что из этого получится, но выхода у меня всё равно нет. Эх, лишь бы в меня не стреляло. Мы подошли к помойке. У баков нас уже ждали ребята. Игорь заботливо раздал нам оружие. Короче, слушайте меня. Первый тайм играем. Я, короче, вернее мы за терроров, вы за контрол. Значит, у вас по 13 патронов обойме, а у нас по 20. Мы начали играть. Первый раунд слили вчистую. Слепая Лиска как-то сделала два хэдшота. Во втором раунде ситуация не изменилась. Вам же расстреливали нас, как только могли. Так же произошло и в третьем, и в четвёртом, и в пятом раунде. В перерыве я подозвался с рук себе. Короче, Ирин, я накопил на АВП. Но это такая снайперская винтовка. Ты идёшь вперёд, а я сзади на дали. Всех порвём, погнали. Начался финальный раунд нашей игры. Ирину, как обычно, сразу убил бомж. Пипец, опять я один против двоих остался. Но ничего, на этот раз у меня есть АВП. Я выждал удобный момент и в прицел увидел бомжа. Готов. Так, осталась одна Лиска. Интересно, где она?